Частичка нашей республики в культурной столице страны. День открытых дверей культурно-просветительского центра Дагестан прошел в Санкт-Петербурге. Гостям представили кулинарные, танцевальные и спортивные мастер-классы, в которых участвовали именитые спортсмены и стайлисты ведущих творческих ансамблей города. Обо всем по порядку расскажет Карина Баталова. Горный колорит в самом культурном городе страны. Такое сделали возможным наши земляки, проведя специальное мероприятие, отражающее всю многогранность дагестанской культуры. Все желающие в этот день могли отведать блюда дагестанской кухни и выпить настоящий чай из горных трав с медом. А кулинарный мастер-класс по приготовлению кураговой каши не оставил равнодушным многих гостей. Это очень вкусно. Очень сладко, но очень вкусно. То есть у нас такого сладкого как-то, да и нету практически ничего. Я не очень люблю сладкое, но это было очень вкусно. На самом деле здесь я практически никого не знаю, но приняли как родную. Очень мне это понравилось. Дагестанская сувенирная продукция в окружении старинных предметов быта республики стала настоящим подарком для посетителей, где для каждого была проведена мини-экскурсия. В числе гостей и заместитель главы администрации Поселеостровского района Санкт-Петербурга Владлен Родионов, которому согласно традициям кавказского гостеприимства были вручены памятные подарки дагестанских мастеров. Я на самом деле первый раз посетил подобный центр. И, как мне сказали, что это единственный такой центр в России, не только в Санкт-Петербурге, но и в России. И на самом деле я очень рад, что этот центр именно на Васильевостровском районе. Потому что мы один народ, для нас очень важно. Вот, например, я вчера изучал историю Дагестана, я смотрел, что во время Отечественной войны 200 тысяч дагестанцев пошли на войну, больше половины не вернулись. Они бок о бок бились и с русским народом, и с грузинами, с армянами защищали нашу страну. А потом после этого вместе строили. И Дагестан, и Россия. Мы сейчас вместе идем. Сейчас очень главное доносить вот это вот для будущего поколения. Вот, как я сказал, да, вот эта дружба народов, толерантность. Это начинается со знакомства. А знакомство именно вот в вашем центре и несет такую нагрузку. Это очень важно. В самой доброй сакле Петербурга, как ее называют наши земляки, в этот день можно было увидеть людей разных профессий и возраста. Все они наши земляки, которые сейчас проживают в Петербурге. Очень приятно видеть, конечно, родные лица. Вот это такая теплая обстановка. А вот этот зал мне напомнил Ахтынский краеведческий музей, который несколько раз занимал первые места. Так случилось, что мой дом напротив этого музея, и он как бы родной. И я тут увидела много чего, что я там видела. И, кстати, увидела кинжал, который есть у нас. Такое ощущение, как будто ты поехал домой и находишься там с земляками. Поэтому с 2012 года я познакомился. С тех пор, скажем так, постоянно на связи, постоянно с ребятами. Поэтому все как бы домашние условия, скажем так. Поэтому, алхамдулля, живем как дома. Поэтому всем нашим землякам салам. Также в рамках мероприятия для молодежи был показан фильм об известных дагестанцах, проживающих здесь. Представлены уроки национальных языков. И был организован круглый стол. Представители власти, общественники и гости из других хавказских республик обсудили проблемы, с которыми сталкивается молодежь, и обменялись опытом. У нас создана у трех республик. Это республика Дагестан, республика Чечня, республика Ингушетия. Создана комиссия в составе по пять человек от каждой республики, где представлены и официальные лица, и представлены религиозные деятели, и совет старейшин по одному человеку, и от молодежи. То есть по пять человек от каждой республики. И вот именно в этом центре мы приводили к рукам наши молодежи, которые где-то как-то что-то не поделили. И это все делается, конечно, благодаря в первую очередь Всевышнего Аллаха, но и благодаря нашему брату-земляку Исаагаджи Османову, который в первую очередь, являясь достойным сыном своего народа, выделил и построил вот такой центр. И побольше нам таких людей, как Исаагаджи, я думаю, у нас по всей России был бы мир, взаимопонимание и процветание. В целом День открытых дверей позволил по доставничеству оценить все многообразие духовно-исторической ценности республики Дагестан, почувствовать гостеприимство и окунуться в атмосферу горских народов России. В конце организатор этого мероприятия, учредитель культурно-просветительского центра Дагестан, наш земляк-меценат Исаагаджи Османов, поблагодарил общественников за оказанную поддержку в проводимой работе и вручил им памятные медали. Карина Баталова, Абдулла Алиев, Камиль Магаев, телеканал ННТ, Санкт-Петербург.